Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психоварм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря эмблеме нашему девизу «За воживых, оплакив мёртвых, разбивая молнии» мы сегодня будем учить вас зарабатывать, как экономить деньги на взаимодействие препаратов. Да-да, взаимодействия препаратов вообще очень многие злоупотребляют, просто людей пугают. Ну, прежде всего, это медицинские представители пугают, но это доходит и до врачей, иногда и находит даже на врачей. На самом деле, если вы знаете, как взаимодействует препарат, вы можете на этом сэкономить довольно большие деньги. Ну, если, конечно, вы дослушаете этот ролик до конца и поймёте, как это делается. Ну, почему мы обращаемся к этой сфере? Ну, потому что Психовармыч нам сказал, людям трудно, у них нет лишних денег, учите их экономить. Как экономить на приёме препаратов? Ну, и, конечно же, мы будем рассказывать это всё на примере. Почему на примере? Это не значит, что вот только здесь можно подзаработать и сэкономить на комбинации. Нет, это можно сделать и с другими препаратами, если ты знаешь, как они взаимодействуют. Но почему именно на этом препарате? Ну, потому что флуоксамин очень часто обвиняется в том, что якобы этот флуоксамин там взаимодействует с различными препаратами. Это очень и очень плохо. Часто поступают такие комменты. Да. Ну, и я сразу хочу оговориться, что я не буду говорить флуоксамин, а я буду говорить ракона. Почему я буду говорить ракона? Потому что ракона, первое, доступнее, то есть гораздо дешевле, чем остальные флуоксамины. И производство производится фармацевтической субстанцией. То есть, основное то, что действует, это производится в Европе, европейское производство. Причём, обратите, пожалуйста, внимание, это производство работает и на Соединённые Штаты. То есть, вот эта фармацевтическая субстанция поступает и в Соединённые Штаты, и там является принято. Я считаю, что если что-то принято и в Соединённых Штатах, и в России, то, наверное, это что-то неплохая вещь. Так что ракона. Теперь вот, конечно, я уже упомянул о том, что взаимодействие препаратов стало какой-то очень такой страшилкой. Вот все пугают этим взаимодействием. Причём, обратите, пожалуйста, внимание. Вот когда вас будут пугать взаимодействием, это обычно делают неграмотные люди, которые не знают, что такое взаимодействие. Смотрите наш плейлист взаимодействия препаратов, будете лучше знать. Так вот, виды лекарственных взаимодействий, они разные. Химическая, физико-химическая, фармакинетическая, фармакодинамическая. Ну, например, химическое взаимодействие. Это вот многочисленные люди, которые там начинают толочь какой-нибудь, скажем, фенибут, потому что им не нравится анвифет в капсулах для того, чтобы вроде он быстрее там быстрее всасываться начинал. Ну, и на самом деле портят, например, стенку пищевода, где, в общем, среда нормальная. А как вы понимаете, аминофениомастная кислота – это кислота. Физико-химическое взаимодействие очень часто имеет место при всасывании в кишечнике. Но вот самое важное, что есть, вообще-то говоря, в взаимодействии – это так называемое фармакодинамическое взаимодействие. То есть, это взаимодействие там, где препараты непосредственно действуют. Ну, например, ингибиторы обратного захвата привыкли уже к этой моей картинке. Ездят различные эти самые грузовички по трассе, забирают нейромедиатор обратно в первый нейрон для того, чтобы он там хранился. Это такая вот общепринятая мишень для назначения препарата, потому что встаёт туда препарат, прекращается обратный захват, и нейромедиатора становится больше. Так вот, почему я это вам всё рассказываю? Очень многие люди, очень многие люди, они просто не думают о том, что здесь тоже может происходить взаимодействие. Вот сколько раз мне пишут, принимается, назначили два ингибитора обратного захвата. А зачем их назначили? Ведь они думают, вот очень многие люди думают, что вот они туда уж встанут вместе, и уж эту точно дорожку перебьют. На самом деле это не так. На самом деле ингибитор обратного захвата будет один только работать из них, который мощнее связывается с этим белком, или которого больше, ну, например, доза у него больше. Но люди об этом не знают. Они по вот эти фармакодинамические взаимодействия просто не знают. А это 80-60-80% вообще всех взаимодействий. Ну, поскольку они этого ничего не знают, то вас будут пугать не этим взаимодействием. Тут просто все как бы, да и вы сами не поймёте, что это такое. А вот то, что такое фармакокинетическое взаимодействие, вот тут вроде бы всем понятно. И вот этим взаимодействием пугает. Почему здесь всё понятно? Потому что это легче всего изучать. Смотрите, концентрация лекарственного вещества, например, в крови. Всё очень просто. Вы даёте один препарат, даёте другой препарат, ну и дальше измеряете концентрацию в крови, смотрите, как упала концентрация одного или там возросла концентрация другого. Это очень просто изучается на добровольцах. Стоит это очень и очень дёшево по копейке, поэтому вот это на это обращает обязательно внимание. Ну и, конечно же, говорят, вот смотрите, флавоксамин, он угнетает или ингибирует ферменты, это так называемый цитохром, фермент цитохром, который осуществляет метаболизм лекарства в печени. И в результате лекарства не распадаются, ну, например, клозапин и аланзапин, это нейролептики, они распадаются хуже, соответственно, концентрация этих нейролептиков в крови, она, собственно говоря, повышается. Вот это основная такая пугалка. Самое интересное, что этим нашароханы даже многие врачи, причём очень даже хорошие врачи. Вот я, например, коммент недавно получил от господина Красовского, который тоже очень это самое опасается, что будет, если, например, флавоксамин назначать клозапином и аланзапином. Он избегает этого, ему страшно. Ну, давайте действительно рассмотрим это всё в детали. Итак, значит, когда, собственно говоря, и почему возникает необходимость совместного назначения антидепрессанта и нейролептика? На самом деле, это не такая уж частая ситуация, когда нейролептик назначается вместе с антидепрессантом. Но такие ситуации есть, давайте последовательно их рассмотрим. Прежде всего, конечно, есть, существует так называемая депрессивная болезнь, рекуррентное депрессивное расстройство. Это же большая депрессия, большое депрессивное расстройство в американской классификации, которое возникает из-за того, что падает активность серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых нейронов. И у человека ухудшается настроение. Конечно же, вот чем отличается депрессивная болезнь от всяких там депрессий, которыми страдают очень часто люди, они говорят, у меня депрессия. На самом деле, конечно, вот депрессивной болезни в них нет. Это как бы такое действительно тяжёлое страдание. И поскольку оно тяжёлое страдание, то там есть чёткие совершенно критерии. Нужно два основных критерия, ну и по крайней мере там два, лучше там три или даже четыре критериев дополнительных для того, чтобы это всё диагностировать. Ну и вот бывает такая ситуация, ещё раз говорю, при рекуррентном депрессивном расстройстве, что депрессия протекает с психотическими симптомами. Ну, кто изучал мои ролики по шизофрении, знает, что симптомы психоза возникают при активности высокой дофаминовых нейронов в мезолимбической системе. Так что это вполне может совпасть вот с такой ситуацией. Когда у человека отрицательные эмоции усилены, это падает активность серотониновых и нороадреналиновых нейронов, отсюда отвращение, раздражение, недовольство, отчаяние, идея виновности и самоничижение. И тут, конечно, недалеко уже до бреда. Ну, когда, например, отвращение вообще ко всему человечеству, а идеи виновности достигают того, что ты, например, тоже враг, вообще-то говоря, всего человечества. Так что вот это сочетание, оно достаточно часто встречается. И вот, конечно, здесь возникают определенные проблемы с лечением. Видите, у нас разнонаправленная активность нейронов. Ну, вот, как когда я был молодым врачом, меня всегда учили. Сначала надо подавить бред, то есть сначала нужно дать антипсихотик, а уж потом там лечить антидепрессантом. Но нашлись люди, профессор Штефан Сталь, он же Стивен Сталь, как хотите его произносить, который обратил внимание, что флавоксамином можно лечить эту депрессию психотическую в монотерапии. То есть не обязательно назначать какой-либо антипсихотик. Я уже рассказывал, почему это возможно. Штефан Сталь, он сам это рассматривал, связывал это с воздействием ракона флавоксамина на сигма-1 рецепторы. Все знают, что, думаю, что все знают уже сейчас, что у ракона самый сильный агонист, там сигма-1 рецепторов. Это новая табель о рангах, я его пересказывать не буду. Ну, и обратите внимание, что по нашей новой классификации, по её доработке, действительно антидепрессанты тройного действия, здесь же флавоксамин. И вот я специально выделил буковку «Д». То есть получается нечто, какая-то странная вещь. Потому что вроде бы повышает активность дофаминовых нейронов, а я рекомендую при лечении психотических депрессий. Ну и не только я, а профессор Штефан Сталь. Для того, чтобы понять, почему можно лечить это всё одним препаратом, для этого надо просто разобраться, как ракона действует на сигма-1 рецепторы, и к чему это всё приводит. Прежде всего, у нас в головном мозге есть такие области, например, мезолимбической системы, где и рождается бред, где есть белок, который обеспечивает обратный захват дофамина. Значит, что у нас делает ракона в этом месте? Как ни странно, она усиливает обратный захват дофамина. То есть дофамина в межсинаптической щели становится меньше, дофаминовая активность падает, а с ней снижается и, собственно говоря, и бред. Но есть у нас места, где на самом деле вот этого механизма обратного захвата дофамина нет. Это лобные доли. Почему так получилось при роли? Ну, потому что лобные доли, они самые новые, и поэтому там ещё не так всё хорошо устроено. Так вот, механизм обратного захвата там нет, и здесь ракона оборачивается совершенно другой стороной. Вот здесь воздействие на сигморецепторы, в наибольшей степени они способствуют синтезу дофамина внутри, соответственно, нейронов. Нет у нас обратного захвата, и, соответственно, дофаминовая активность здесь повышается. Это не значит, что в мезолимбической системе там нет такого же механизма. Он есть, но ещё раз говорю, обратный захват дофамина усиливается, и, соответственно, здесь уровень дофаминовой активности не повышается. Так вот, что у нас получается? Действие ракона на дофаминовой пути мозга. То есть, мезолимбический путь, там, где бред, снижается активность. Напротив, мезокортикальный путь, кора головного мозга, там, где депрессия, прежде всего, вот там, конечно, дофаминовая активность повышается, что на самом деле и создаёт возможность для использования этого препарата в виде монотерапии. Теперь, зачем я это вам всё рассказывал? Ну, потому что психиатры, они будут бояться назначать одну уракону. Ничего не поделось. Я уже упомянул о том, что при психотическом бреде очень многие просто психиатры, они просто боятся. Они научены, как меня учили, что надо сначала назначать нейролептик и только потом думать о депрессии. Главное, чтобы не было бреда. Поэтому многие будут бояться, особенно, конечно, эти люди будут бояться, если у нас депрессия у больного шизофренией. Бывает депрессия у больного шизофренией. Ну, обратите, пожалуйста, внимание, шизофрения двухглавый дракон, дофаминовая активность повышается в мезолимбической системе и падает в мезокортикальном пути. Отсюда, так называемый, продуктивный или позитивный, я не люблю это слово, гипердофаминовый симптом, и негативный симптом. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, что у больных шизофренией бывают депрессии. Я как-нибудь расскажу, почему они бывают и что они себя представляют, эти депрессии. Но для того, чтобы обозначить, что при шизофрении у больного есть депрессия, существует в МКБ-11 специальный такой подход, дополнительный код. Когда у больного наледо с симптомами шизофрении, диагноз шизофрения действительно подтвержден, можно дополнительным кодом указать, что есть и достаточно выраженная депрессия. Но если депрессия достигает уровня вот этого депрессивного эпизода, то есть по тяжести, то есть это уже как бы приближается к настоящей депрессивной болезни, то можно поставить диагноз шизофективного расстройства. Причем обратите, пожалуйста, внимание, многие думают, что шизофективное расстройство – это одно, а шизофрения – это другое. Это не так. Настоящий эпизод обострения болезни может расцениваться как шизофрения, если депрессии нет, а может расцениваться как шизофективное расстройство, если депрессия есть. А следующий эпизод может быть опять без депрессии, опять ставится диагноз шизофрения. Я бы хотел, чтобы вы это все поняли. А то думают, что это разные расстройства. Так вот, возвращаемся к этой ситуации. Конечно, в этой ситуации, как мы наших врачей не будем уговаривать, что раконы здесь подходят, ничего они, конечно, этого делать не будут. Они будут очень бояться и будут назначать нейролептики. Это наша классификация нейролептиков. Обратите внимание, она очень простая. D с значком, с стрелочкой вниз означает, что давит активность дофаминовых нейронов. Ну и большое это означает, что сильно давит активность дофаминовых нейронов. Что на самом деле всем психиатрам очень нравится. И мне, конечно, тоже, правда, не в этой ситуации, но вообще-то говоря, при лечении психозов. Чем быстрее давим активность дофаминовых нейронов, тем быстрее снимаем психоз. Это очень хорошо, потому что человек в состоянии психоза, он, в общем, опасен для себя и для окружающих. Так вот, как действуют эти самые нейролептики? Беда состоит в том, что они давят активность не только дофаминовых нейронов, но еще многих и многих других. Например, норадреналиновых и серотонинов. Вот здесь картиночка, усередненный нейрон, который спускает нейромедиатор, он доходит до другого нейрона, воздействует на рецепторы. Каждый, конечно, нейромедиатор на свой. Только не думайте, что у одного нейрона и дофаминовые, и норадреналиновые, и серотониновые рецепторы. Где-то, конечно, для каждого нейрона они свои, но суть дела от этого не меняется. Вот представьте себе, что пришел нейролептик, он встал к этому самому рецептору, он не дает нейромедиатору воздействовать на рецепторы, падает активность серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых нейронов. Ну и в результате у нас получается, в общем, не очень приятная картина. Почему она получается не очень приятная? Да, конечно, можно подавить бред довольно легко, но при этом мы раскармливаем депрессию, потому что депрессия будет, очевидно, усиливаться, раз мы серотониновые, норадреналиновые и дофаминовые нейроны давим. Поэтому, поэтому не только я, но и многие другие люди, они задумывались. Ну хорошо, а как все-таки убедить людей, что ничего страшно, и что надо, можно сразу назначать не только нейролептик, но и сразу назначать антидепрессант. Потому что, еще раз говорю, бытует такая легенда. Сначала нейролептиком подавляем бред, и уже потом, через месяц, начинаем думать о том, как лечить депрессию. Так вот, такие же люди, как и я, всегда думали о том, как бы облегчить страдания психиатров, которые очень-очень боятся всего, они сделали вот такое очень-очень интересное исследование. Взяли колозапин, рамонотерапию колозапином, и, значит, некоторым людям, понятно, контрольной группой принимали монотерапию, а лечение флавоксамином добавлялось в течение 12 недель. Ну, и обратите, пожалуйста, внимание, значит, смотрели, а будет ли ущерб, ущерб, я подчеркиваю, для антипсихотического эффекта. Это очень важно для того, чтобы успокоить врачей. Оказалось, что ущерба для антипсихотического эффекта нет. Напротив, вот неприятные явления от использования колозапина, мы о них говорили, это увеличение массы тела пациентов, вот оно даже немножко нивелировалось. Почему нивелировалось? Ну, потому что, вы знаете, вот посмотрите, пожалуйста, у нас мало кто почему-то это смотрит, у нас есть ролики о том, что флавоксамин достаточно хорошо снижает аппетит, ну и, соответственно, здесь это, конечно, может быть очень-очень востребовано. Так что смотрите, смотрите, значит, есть такое исследование, где говорится о том, что ущерба для клинического эффекта нет. Но теперь вы мне скажете, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, но флавоксамин увеличивает содержание колозапина в крови. Что же, собственно говоря, там такое происходило? Это китайское исследование. Ну и вы скажете, а вдруг это китайское исследование на самом деле коррумпировано? Ну, вы знаете, что фармацевтические компании только и делают, что кого-нибудь подкупают. Давайте будем разбираться, и вы сейчас поймёте, что на самом деле действительно можно без ущерба для переносимости назначать и флавоксамин ракону, и колозапин с аланзапином. Почему я в этом уверен? Ну, смотрите, увеличивается содержание колозапина и аланзапина, то есть флавоксамин действует как ингибитор цитохрома. Но дальше-то что будет? Предположим, возросла концентрация аланзапина или колозапина в крови в два раза. Это означает, что эффективность колозапина и аланзапина тоже возросла в два раза. А как, собственно говоря, это наблюдается? Ну, надо просто смотреть на больного. Если у пациента стало, например, меньше бреда, то это, в общем, действительно заметно для врача, который ведёт больного. Более того, есть ещё очень и очень простые маркёры. Вот эти простые маркёры, признаки, они могут быть заметны не только врачу, но и даже какому-нибудь родственнику, а то и самому больному. О чём я говорю? И аланзапин, и колозапин резко снижают активность гистаминовых нейронов. Соответственно, возникает санливость, утомляемость, повышение аппетита и увеличение массы тел. Вот что тут сложно? Вот когда я лечил больных, в том числе и сочетанием, скажем, араконы с колозапином и с аланзапином, такое приходилось делать. Я всегда обращал внимание на то, что происходит с увеличением массы тела, с аппетитом, а главное, с сонливостью. Если у пациентов возрастает сонливость, то это значит, что аланзапин или колозапина просто слишком стало много. Что в этой ситуации надо делать? В этой ситуации надо, конечно, снизить дозу. То есть, просто дозу адаптировать к своему, собственно говоря, к этой самой ситуации. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, как экономить. Вот я с удивлением обнаружил, что минимальная цена азолептина, она приближается к 2000 рублей. Я еще раз говорю, я не знаток стоимости азолептина, я не анализировал весь рынок. Просто вот я задал такой вопрос, в Яндексе мне вот вылезла вот такая оценка. Не знаю, так это или не так, даже не в этом дело. Значит, представляем следующую ситуацию. Вот лечим, предположим, психотическую депрессию. Врачу очень и очень страшно, он не хочет назначать азолептина на колозапин. Он не хочет назначать, скажем, флуоксамин-1, а может назначать. Он назначается азолептином для того, чтобы, ну скажем, подстраховаться. Что в этой ситуации будет? Конечно, концентрация азолептина в крови повысится. Следовательно, это будет заметно по побочным эффектам. Ну, например, по сонливости, а может быть даже и по усилению аппетита. Но тогда надо эту дозу снижать. К чему это приведёт? Это приведёт к снижению стоимости лечения. Предположим, концентрация азолептина увеличилась в два раза. Это значит, что вы будете платить не 2000 рублей, а 1000 рублей. То есть за 1000 рублей вы получите такую же концентрацию, как бы вы получили за 2000 рублей. С удивлением обнаружил, что мой любимый аланзопин стоит на самом деле гораздо дешевле, чем клозапин. На самом деле для меня нонсенс, потому что азолептин тоже куда как лучше, чем клозапин. Во всех отношениях, пожалуйста, смотрите мои ролики. Но тем не менее, здесь минимальная цена тоже 300 рублей. Я имею в виду там за определённую упаковку. Имеется в виду 10 миллиграммов. Смотрите, если вы будете платить не 300 рублей, а 150 рублей. Ну некоторые хихикнут, скажут, а зачем нам это самое лишнее 150 рублей. Я вам скажу честно. Значит, я всегда на вашей стороне, я всегда на стороне пациентов. Зачем платить лишние деньги, если вы можете фактически сэкономить. Я считаю, что на самом деле умение экономить – это очень и очень важная вещь. Конечно же, я знаю, что есть очень много людей, которые просто надо мной будут издеваться за такие призывы. То есть, они будут говорить, нет, мы лучше купим там самый дорогой аланзопин, мы лучше купим самый дорогой азолептин. Я считаю, что этого не нужно. Я считаю, что всегда надо ориентироваться на доступную. Вот почему я всегда говорю, там, ракона, скажем, я говорю. Ну потому что самый доступный из флуоксаминов. Я пытаюсь вас сориентировать. Не надо переплачивать. Если вы знаете, как взаимодействуют препараты, то можно на самом деле не переплачивать. И такие ситуации, как вы понимаете, в клинике вполне могут быть. Мне бы хотелось, чтобы вот эти знания о том, что на самом деле взаимодействие препаратов, фармакинетическое в процессе всасывания, в процессе распределения в организме, в процессе метаболизма, на самом деле, вы бы знали про то, что это не страшная вещь. Что на этой вещи, на самом деле, можно заработать, использовать для себя, если, конечно, внимательно наблюдать за состоянием больного. Если, конечно, вы назначили препарат, и не хотите видеть больного после назначения препарата, то, конечно, это случай не тот. Но нам бы хотелось, чтобы вот эти знания распространялись, чтобы врачи не боялись взаимодействия препаратов. Не такая-то страшная штука, если вы знаете. Вот если вы не знаете, тогда для вас это страшная вещь. Поэтому, пожалуйста, комменты, лайки, подписывайтесь на наш канал в обязательном порядке. Нам это очень-очень важно. Нам бы хотелось, чтобы вот эти простые знания, они распространялись по интернету. Ну, потому что хорошие врачи, они нашароханы, они боятся. Хотя, на самом деле, бояться-то тут нечего. Если ты знаешь, ты можешь не то что бояться, ты можешь это использовать. Ну, и хотите нас отблагодарить за этот ролик, в описании найдете реквизиты счета. До новых встреч.